приветствую все зрители моего канала меня зовут марина сегодня у нас понедельник 11 марта и начинается моя новая вышивальная рукодельная и не только неделя неделя начинается с вот такой вот картины я разбираю нитки дименшенс нитки дименшенс от вот такого вот дизайна тут у меня закрытые шторы потому что там уже энный день яркого солнца благодаря которому я в четверг собираюсь наведаться на дачу но до четверга еще есть время и нужно потрудиться в частности сейчас буду разбирать нитки и стирать их да у меня здесь вы я уже вчера начинала разбирать нитки у меня здесь возникла проблема в общем здесь есть цвет 13019 вот он его должно быть 4 пасмы red и все было бы хорошо если бы их не было 5 их 5 но я уже и так и сяк я нашла бобинку с этим цветом и это оно то есть мне положили лишнюю нитку чем сбили меня с толку в общем я взяла свои уже разобранные нитки дименшенс это очень малая часть того что у меня есть но то что уже перемотана и сейчас буду до разбирать все это делаем и стирать это займет какое-то время но это нужно сделать чтобы потом иметь возможность это все дело постирать уже в готовом виде и она не полиняло так что займусь ка я сначала этим потом пойду вышивать свой хает если вам интересно как у меня пройдет эта неделя оставайтесь со мной и вот так вот выглядит час работы вроде кажется что немного немного это что там эти ниточки сначала в мыльной водичке потом в обычной водичке но это было не очень быстро сейчас буду ждать пока они подсохнут я стирала сначала по моему мне получилось первые 17 цветов потом оставшиеся и вот эти первые уже если честно такие полусухие в общем ждем пока все это по высыхает пронумеровала тут он от 1 до 30 если честно я уже случайно так подвигала черный я уже вижу что под черным какие-то вроде как следы ну ладно тут все поваляю пусть досыхают и будем потом смотреть на результат этого всего надо ли что-то будет отдельно замачивать и процесс который я буду вышивать сегодня это хает фея осени вот так вот он будет выглядеть у меня на данный момент в нем вышит вот такой вот кусочек специально хотела для разнообразия показать вам как это все выглядит при зачеркивание скажем так это 8 и 2 процента вчера вот я на вышивала тысячу сто сорок четыре крестика как видите у меня уже выше то шестнадцать с половиной тысяч крестиков еще сто восемьдесят пять впереди но вчера я узнала об этом хаеде кое-что что шокировало меня и сейчас я собираюсь этой информацией шокировать вас вот так вот выглядит тот кусочек который вы только что могли видеть зачеркнутым я решила вышивать тут сначала те цвета которых будут я беру цвет которого много вышиваю вышиваю его потом повышевала он у меня на этом участке закончился и я беру выделяю какую-то одну из этих одиночек и обычно это выглядит как эта одиночка находится здесь вот здесь где-то вот здесь еще где-то вот здесь и еще вот возможно вот здесь то есть я закрепляю мужественно этот десяток одиночек и дальше беру следующий цвет которого побольше в общем чередую какие у меня есть новости по поводу этого хаеда ну в общем новостей две я вчера ради интереса решила посчитать если я буду двигаться вот такими темпами по тысячи крестиков в неделю тысячи крестиков это полпроцента соответственно две недели это один процент четыре недели это два процента то есть месяц добавляет этой работе два процента в общем я посчитала что если я не буду откладывать эту работу ни одну неделю нигде больше по этому году не собьюсь а я его уже откладывала дважды в конце сезона в конце зимы по моему и в конце да в конце зимы и в конце прошлого года если я нигде не собьюсь не буду его откладывать буду двигаться с темпами по тысячи крестиков в неделю то концу года максимум на который я могу рассчитывать это 30 процентов то есть максимум у меня будет выше то 30 процентов такая вот информация не знаю как есть делать из этого выводы хотелось бы конечно больше но больше чем по тысячи крестиков в неделю я вряд ли смогу на этой работе сделать мне есть что вышивать немного других планов будем думать в общем теперь мы имеем такую информацию но это не самая шокирующая информация которую мы имеем кто смотрел предыдущую вышивальную неделю и возможно даже в планах на весну была сказана эта фраза когда я взялась за цветы от лукаса они на 18 конве сейчас кто-то уже догадался значит цветы от лукаса на 18 конве я дважды за предыдущую неделю сказала фразу вот вышиваю я лукас и какая-то такая такие крестики какие-то миленькие странно вот я тоже на 18 конве вышиваю и не такие мелкие крестики и когда я на прошлой неделе три дня повышивала лукас и потом взялась за хает я поняла что здесь что-то не то взяла я две иголки линейку и начала мерить все мы знаем что каунт канвы это количество крестиков которые помещаются в дюйме дюйм это два пятьдесят четыре сантиметра два с половиной сантиметра и еще чуть-чуть очень пересчитала я каунт на весенних цветах от лукаса 18 пересчитала я аккаунт на хаеде шестнадцатый когда я это поняла спектр моих эмоций сложно было передать словами особенно цензурными печатных выражений было минимум первая мысль которая пришла мне в голову это о господи мне не хватит ткани потом я начала себя успокаиваю думаю так приди в себя приди в себя как ты досчитала до верхнего левого угла скорее всего ты сложила ткань четыре раза нашла центр потом от центра досчитала вверх и от верха досчитала влево так было очевидно да хорошо я вчера рассказывал это подруге она говорит каким образом ты вышиваешь эту работу уже месяцев пять и ты до сих пор не разу не задумалась о том что у тебя там каунт не подходит ну во первых у меня ничего не было на 18 в процессе в тот момент когда я начинала что сравнить а начинала я эту работу 2 октября 23 года у меня не было тогда ничего на восемнадцатом каунте мне я не могла вот так вот сравнить как с лукасом одну работу повышевала а на следующий день взяла другую это во первых во вторых до меня смущало что когда искусственное освещение видно что темные участки светят так подсвечивают ну и сейчас немножко это видно меня это смущало я думаю почему светит так на 18 конве вроде же не должно я еще говорила вам фразу вот смотрите как светит на 18 конве в следующий раз буду вышивать какую-то многоцветку возьму 20 потому что на 18 же светит что еще меня смутило это то что я приобретала ткань 18 каут магазине я рассчитала какой должна какие должны быть размеры ткани и какие должны быть припуски и вот все я померила принесла домой этот кусок ткани он еще по одной стороне был чуть чуть больше мне надо было 90 сантиметров он был метр в общем я думала куда мне 10 10 сантиметров их отрезала лишние они лишние даже 17 каунт в общем отрезала их и у меня должны были быть припуски по моему по 10 сантиметров то есть я так шикарненько взяла припуски и когда я в итоге отсчитывала где же верхний левый угол то есть я нашла центр работы потом досчитала вот так вот от центра до верха и меня уже на этом моменте смутило что маленькие припуски то есть видите вот у меня снапы и с другой стороны вот этом пальцем подлезаю под клипсу с другой стороны ткани нет то есть весь припуск это вот то что вы видите ну еще небольшой кусочек и меня тогда это смутило думаю а почему такие маленькие припуски я же больше припуск хотела взять тайлада подумала я думаю как-то так просчиталась но я считаю как несчастье но есть припуски есть ну кусочек нормальный канвы чтобы оформить ну нормально мы поехали приехали в общем у меня вчера был шок у меня просто был шок я я не знала что с этим делать первый порыв страстный у меня был все это дело развернуть хотя оно тут подвернуто в три погибели вот тут вот вот там вот видите везде канва у меня был страстный порыв все это развернуть и срочно считать до низа хватит ли мне канвы потом опять же я вспомнила что считала от центра очевидно хватит и вы знаете вчера вечером даже на полторы секунды мою голову посетила мысль о том чтобы купить восемнадцатую канву начать сначала третий раз но я поняла что шестнадцать с половиной тысяч крестиков перешивать я не буду меня конечно смущает что мы с вами понимаем что чем крупнее каунт тем крупнее крестики тем более тем менее четким выглядит изображение то есть на восемнадцатом каунте работа была бы на десять сантиметров меньше по каждой стороне не просто на десять сантиметров меньше в общем меня конечно это смущает то есть она была бы на восемнадцатом каунте более четкой но потом меня опять же моя подруга та же самая которая сказала как ты могла вообще дойти до жизни такой она сказала мне фразу ну слушай тебе этот хает еще вышивать гадами тебе же на шестнадцатом каунте комфортнее вот ты вышиваешь цветы на восемнадцатом тебе комфортно его вышивать я такая ну не то чтобы прям очень то есть все равно там крестики миленькие там подталкиваются кое-где ну вот а на шестнадцатом комфортно ну и вышивая себе на шестнадцатом короче нитки dmc постираю потом может в какой-то водичке градусов 45 может быть подсадет и не будет видно вот так этих всех просветов то вот видите они они есть они есть к большому сожалению вот такая вот история что называется и на старуху бывает проруха и сколько бы у тебя лет вышивального опыта не было ты можешь попасть вот в такую вот ситуацию но слава богу что у меня нет знаете я пытаюсь сама удивлена что я пытаюсь искать во всем позитив позитив в том что у меня нет привычки знаете вот померить какой нужен кусок ткани там условно 50 на 70 с припусками там по 5 сантиметров взять эту ткань отступить 5 сантиметров от края и начинать вышивать потому что если бы я вот так вот сделала с хаедом я бы сейчас просто попала в ситуацию когда я бы понимала что у меня на кусок просто не хватит ткани вот такая вот интересная история я конечно в шоке но уже имеем что имеем уже достаточно большой как вы могли видеть угол вышит и и уже буду продолжать так как есть но если вы начинаете вышивать большую работу не поленитесь воткните вот так вот иголочку приложите линеечку замерите два с половиной сантиметра еще чуть-чуть воткните сюда вторую иголочку и посчитайте иголочкой клеточки их всего 16 или 18 или или 20 ну это не будет вот таких вот приключений как у меня в общем поделилась с вами шок прям с первых секунд вышивальной недели шок контент но опять же имеем что имеем будем работать с тем что есть я собираюсь сегодня еще повышивать хаед вчера как вы видели 1144 крестика мне вчера прям хорошо пошло надеюсь сегодня тоже хорошо пойдет а если еще и сегодня хорошо пойдет то возможно еще и завтра его повышеваю в общем меня планы на этой неделе вышивать его пока хорошо идет как только я почувствую что уже туговато буду его откладывать и брать скорее всего назад весенние цветы не знаю буду ли на этой неделе стартовать сэмплер для которого я не там нитки сушу потому что все таки там такой более весенний сюжет прям такой весенний такой как май у нас еще к сожалению не так все красиво хотя там тюльпаны а тюльпаны цветут когда в апреле тоже у нас тюльпаны уже вот такие вот торчат может быть и стоит его начинать в общем поделилась с вами наболевшим пойду продолжать вышивать хочу наконец-то феечку вот эту вот вышить надеюсь у меня это получится ну что нитки у нас уже процентов на 90 сухие я могу сказать что из всего моего опыта стирки ниток это наверное самый удачный потому что из 30 цветов у меня было такое что у меня половина линяло из 30 цветов тут еле-еле душа в теле полинял чуть-чуть какой-то по моему это у нас кто раз-два-три-четыре-пять-шесть седьмой чуть-чуть я надеюсь вы видите такой вот какой-то желтоватый след остался но это это ни о чем потому что обычно остаются такие прям пятна я даже не знаю надо ли его если честно вымачивать потому что ну такое что-то в общем судя по всему мне очень повезло и мне попался какой-то крайне не линючий набор но хорошо что тут скажешь теперь я точно буду спокойно добрый вечер двенадцать пятьдесят девять это же не час ночи правда двенадцать пятьдесят девять с вами еще есть минута что поговорить но кого я обманываю когда я укладывалась в минуту никогда в общем работа моя сегодня продвинулась на 1116 крестиков мне кажется что продвижение очень хорошее я занималась зашиванием вот этих вот всех дырочек и у меня о ноги и шок контент номер два такая шиваешь о ноги я обычно смотрю на эту работу вводя по ней носом а вот так чуть-чуть это двинулась и прям даже видно что это действительно феечка этой ноги тут ей не хватает три крестика надо будет завтра наверное их дошить что не подсказывает что все три будут разные ну-ка проверю ка я свою догадку где у нас тут ноги феи представляете нет а вот эти вот три крестика одинаковые ничего себе три крестика подряд и одинаковые ну это что-то уж совсем аттракцион невиданной щедрости от этой работы да я решила завтра еще ее повышевать и на данный момент у меня восемь и семь процентов работы и что-то мне хочется довести ее до девяти процентов поэтому завтра еще ее повышеваю но я так чувствую что три дня с хедом подряд это прям мой максимум то есть я уже вот сейчас под вечер уже так поняла что я немножечко начинаю подуставать и вот такого стиля вышивки все-таки многоцветки это не совсем моего так вот раз в две недели получается два дня подряд нормально три это уже перебор но завтра опять же завтра еще хочу немножко ее продвинуть и все будем откладывать аж до конца следующей недели завтра у нас вторник надо сходить на почту у меня там что это надеюсь это не какая-то уже четвертая за сегодня тревога в общем надо сходить на почту я там на расхомячки купила набор осенний осенний да продавали аж на 8 марта со скидкой чуть не по оптовой цене надо было брать правда отправляли мне его долго так что заберу я его вон только 12 числа ну ничего страшного так что завтра схожу на почту завтра еще тренировка а в среду буду сшивать баннер от эл артис написали вы мне в комментариях к вышивальной неделе советы как это сделать ничего не понятно но очень интересно надо будет еще спокойно сесть это перечитать подумать в общем как то сошью конечно хотелось бы не как то а хорошо но буду пробовать никогда я не сшивала баннеры вернее сшивала маленький такой ну знаете он от дименшес не баннера такой как вымпел с таким уголочком внизу здесь же мне кажется будет немножко сложнее конструкция ну посмотрим вообще конец недели у меня будет такой судя по всему под загруженный так что последний спокойный вышивальный день у меня по сути а кто его знает когда мне на этой неделе будут спокойные дни сегодня сегодня был такой дальше уже все будет немножко по загружении но ничего страшного надеюсь что удастся таки на этой неделе наведаться на дачу планировала я на это на четверг но там все сорвалось перепланировалось теперь планирую на воскресенье если не получится будет печальным но воскресенье там вроде 16 градусов и не съездить на дачу хоть посмотреть как там она стоит это будет просто преступление тем более я уже запланировал так что надеюсь что все таки получится в субботу буду делать блины честно я делаю блины раз в год вот вот прям я и тесто это вообще не лучший симбиоз не в том смысле что она у меня не получается но у меня получается в том смысле что нам потом мне плохо сказывается поэтому я реально делаю блины раз в год и вот пришло то время так что буду в субботу нажаривать это все дело но туда еще нужно дожить так что пойду я уже отдыхать как-то я рано начала это делать в предыдущие дни и увидимся с вами завтра с этой работой а в среду если у меня останется хоть какое-то время после сшивания баннера я наверное возьму весенние цветы неплохо было бы конечно сделать старт с эмплером вы бы что взяли в принципе весенние цветы так мало повышевала на предыдущей неделе наверное надо на этой неделе еще их попродвигать а на следующей неделе уже можно с понедельника начать новую работу вообще прекрасное время начала сезона перед тобой и такой широкий выбор впереди еще почти три месяца и кажется что ты воплотишь в жизнь просто все свои планы а потом концу сезона такой спойлер нет но каждый раз кажется что нет я вот все успею все сто процентов все задуманное сейчас взяла свои планы с меня тюрками то я разберусь точно это мне еще надеюсь пригодится хорошо в апреле и в мае а вот с большими работами о кстати мне надо вот сюда вот прилепить сердечко это уже уже у нас финиш я его начала когда еще не было до сайте тела артист фотографии я ставила свою собственную фотографию с выставки в этот коллаж так что у нас здесь здесь есть что мы имеем заферантес добрый вечер какой неплохой был бы старт сэмплер это конечно хорошо но тут вот этот вот верхний сюжет он такой вот прям реально майский майский такой эти все уже зеленые деревья трава птички а вот этот вот с луковицей мне кажется был бы более актуальным что вы об этом думаете может быть надо его начать а сколько у нас там в нем крестиков где у меня заферантес в нем всего короче в общем и целом 4000 крестиков а не вышит ли мне на этой неделе заферантес как у меня так быстро как у меня так быстро все меняется я прям не знаю вот эту бы тоже работу с калибри вышивать но мне страшно к ней подходить там эти я так и не разобралась там то ли узкокрестики то ли какие то микрокрестики в общем там там надо разбираться что там за странные стишки разберусь конечно но вы знаете как я отношусь ко всему новому а вот это было бы очень очень неплохо кстати что у нас там с розами от мэрэшки наверное непаханное поле да 7000 еще но в принципе тоже не так чтобы очень много я их тоже уже очень давно не вышивала если конкретнее с 6 января 24 года ну хоть в этом году вышивала и то хорошо не всем процессам так повезло когда в последний раз ой я вас ударила а когда в последний раз вышивала мальвы где они вообще у меня так я потеряла схему мальв нашла так мальвы я предыдущий раз вышивала 12 мая 23 года до давненько так еще два месяца потерпеть будет год надо с этим что-то делать и тут еще аж 16000 крестиков надо воскрешать в памяти что у меня там происходило все эти странные крестики из нижнего полукреста одним цветом и верхнего полукреста другим причем еще нижний по моему в два сложения верхний в одно в общем что плохо когда ты растягиваешь что-то на годы оно выпадает из памяти а если поделить этот процесс на например три месяца выделить себе какое-то количество крестиков которые надо сделать в каждом месяце так бы он наверное быстрее шел а здесь кстати нет бэкстича прикольно до 16 по 16 тысяч поделить на три месяца кто мне быстро посчитает 5333 получается в принципе подъемная цифра 5300 в месяц можно было бы вышить может действительно так сделать тогда бы он у меня точно закончился потому что он у меня какой-то очень долгостройный но меня прям привлекает мысль про заферантес я никогда не думала что меня будет привлекать что-то что называется заферантес звучит само по себе уже не очень привлекательно а в плане вышивки ничего так ничего вы знаете а может отложить хайет нет не будем откладывать хайет все решила завтра еще хайет вышивать все а послезавтра тогда начнем с вами вот этот вот симпатичный цветочек и вообще-то фетровый будет этот самый тоже начинать я его запланировала осенний дизайн на весну потому что у меня еще будет потом осенний дизайн на лето еще осенний дизайн на осень я в этом году как-то решила глобально к осени подготовиться ну да будем послезавтра стартовать его а пока что нужно сделать кое-что очень важное и очень серьезное главное очень взрослое давайте иногда порадоваться своему внутреннему ребенку что лишним не будет нормальные люди ходят на тренировку как люди я хожу на тренировку вот так потому что у нас выпал снег на абсолютную зелень посмотрите что делается бедные тюльпаны и я решила снять свою зимнюю работу да чего только не случается добрый вечер два часа вечера и что я вам могу показать тадам вот это вот надо было еще зашито что это торчит ну ладно ладно это уже такое самое главное что у меня на работе 9,14% и несмотря на то что я сегодня вышила всего 746 крестиков не дошила я до своей стандартной нормы но я зашила первого персонажа который у меня есть на этой работе вообще в этом дизайне кроме центрального персонажа самой феи с крыльями будет два животных чуть чуть ниже тут будет единорог и в самом-самом краешке с другой стороны будет лиса и еще 12 сказочных персонажей маленьких то есть какие-то не знаю кто они там лесовички тоже какие-то маленькие феечки гномики и вот всякое такое здесь где-то внизу в дупле тоже кто-то будет сидеть и с другой стороны в дупле кто-то будет сидеть в общем тут еще будет очень интересно все и вот первого персонажа мы видим это вот такая вот феечка которая на какой-то веточке или какой-то лиане куда-то перемещается вместе с листочками и я очень рада что у меня хоть маленькая фея но у меня уже готова но как можно видеть по продвижению первый день было 1144 второй 1116 третий 746 я себе взяла эту работу еще на четвертый там было наверное 300 да очевидно все-таки хаэт это ну и многоцветки это не прям то чем бы я занималась в сто процентах своих своего вышивального времени поэтому надо откладывать и буду эту работу до конца недели откладывать как вы видели в предыдущем кадре у нас выпал снег я просто в шоке я когда это увидела я не поверила своим глазам потом я пошла надела линзы посмотрела еще раз да таки снег и с утра он был такой еще маленький а у меня не сфотографировано вот это зимнее сердечко я хотела каждый сезон делать фотографию оно не сфотографировано думаю ну все снега же уже не будет понятно я живу не на Аляске у меня же тут как бы Киев у нас все уже не бывает в марте снега у нас и в феврале бывает что не бывает снега особенно во второй половине февраля и его уже очень-очень давно не было я уже не помню когда в последний раз снег видела и тут я вижу ну думаю та чуть-чуть там его попадало того снега а его больше и больше и больше и больше и больше и я а мне надо идти на тренировку и я думаю ну у меня есть возможность выйти раньше и где-то все-таки сфотографировать около дома это сердце и в итоге я спустилась во двор и на радость проходящим мимо удивленным людям и проезжающим мимо удивленным машинам я тыкала эту работу в каждую клумбу опять же как можно было видеть зеленые уже уже огромные тюльпаны еще какая-то там зелень крокусы кстати тоже я видела все это снегом засыпала ну я сейчас слышу как там что-то барабанит я думаю что завтра его уже следа не останется этого снега поэтому я очень хорошо понимала что либо я сфотографирую это сердечко сейчас либо в ноябре и я решила все-таки взять его с собой пошла на тренировку со спортивной сумкой и сумкой с рамой ну кстати я потом прямо уже около своего зала там еще такое есть небольшое как палисадничек и там очевидно туи такие маленькие какие-то кустики и я они такие были тоже заснеженные снег же вот этот мокрый липкий оно там все пооблепливало в общем я там еще сфотографировала и сняла видео кусочек завтра выставлю в инстаграм так что я воспользовалась на сто процентов ситуацией ну я надеюсь что эта ситуация там тает за окном пока мы здесь с вами общаемся потому что открывает дачный сезон в сугробе не очень хорошая идея конечно если будет плохая погода какой-нибудь ну снега снег я думаю нет но если будет какой-то дождь то придется это все дело отложить до следующей недели хотя очень бы не хотелось забрала я с почты свою покупку помните я вам вчера говорила что купила на расхомячке набор в общем приобрела я вот такой вот набор от милхилы я так понимаю что это какой-то совсем свежий выпуск но здесь может быть написано какой-то другой год ну тут написано 23 но это вот такой вот домик hunted hunted cottage вот 23-24 его артикул и ух ты здесь есть бисер который светится в темноте ничего себе и здесь смотрите на превью уже новая пуговица и здесь в составе она уже лежит и она мне очень нравится интересно светится в темноте это какой бисер это вот этот который зеленый а нет или это вот этот который или это вот этот который прозрачный а ну-ка давайте проведем с вами эксперимент я сейчас поднесу бисер к лампе сейчас нам с вами будет интересно мне надо как-то отвлечься так поднесли бисер к лампе зарядили положили лежи выключаем свет ух ты смотрите что у нас есть у меня еще свет от монитора светится давайте прям совсем в темноту отвернемся светится так теперь осталось выяснить что это у нас светится так а ну включаем запомнили на что мы смотрим так и что светилось да скорее всего прозрачный вот этот вот прозрачный бисер который вот этот вот он прозрачный прозрачный но светится в темноте класс интересно провели с вами эксперимент в общем мне очень нравится вот этот набор и нравится еще один там тоже с домиком только там домик такой из другого ракурса в общем вот такой вот может его тоже приобрету когда попадется но тебе светящийся в темноте бисер и новая красивая тыковка я прям довольна такая осенняя тематика прям не поймешь что происходит на календаре весна за окном зима вышивки абсолютная осень это очень странно в общем должна была бы я завтра сшивать баннер но если честно я я под вечер тут немножко перенервничала потом расстроилась и похоже завтра я буду не в настроении на подвиги может что-то начну делать как-то и комментарии я не перечитывала наверное завтра начну утро с этого почитаю посмотрю если найдет на меня вдохновение буду сшивать не найдет значит буду сшивать тогда в четверг ну вот такие вот непредсказуемые бывают в жизни ситуации было все нормально а потом бац и не очень но вышивка наша терапия буду заниматься терапией завтра у нас будет этот заферант из терапии как вы вчера уже и решили с вами будем начинать новый процесс новый процесс это всегда поднимает настроение так что встретимся с вами завтра уже буквально через несколько часов когда я буду этот процесс начинать а я свой хайет временно откладываю но продвинулся он у меня за эти три дня на три тысячи крестиков на три тысячи шесть и мне кажется что это очень и очень неплохое продвижение так что до завтра добрый день у нас уже тринадцатая марта среда я выставила уже в инстаграм фотографию и сторис со снегом поэтому снег может таять он уже почти растаял но мало убедительно я хочу чтобы его совсем не было видно и будем собственно призывать весну назад новым весенним стартом распаковала я набор от фрузелка это новинки которые выходили весной 2022 года это какой-то был помню было прохладно то ли конец апреля то ли ну вот что-то такое да последнее что хочется это вспоминать то время но тогда вышли эти четыре новинки это ботаническая серия у меня это третий набор я уже вышивала крокус и вышивала уже вчера вспоминала сейчас опять энетера вот крокусы энетера у меня уже вышиты и теперь вот такой вот симпатичный цветок единственное что буду я его вышивать без вот этого вот жука да тут еще была такая штука которую можно заполнить и наклеить на обратную сторону оформленной уже работы картины она тут на таком клейком слое в общем буду я вышивать вот так вот без жука у меня предыдущие два тоже без жуков то есть с бабочками но без вот этих жуков оно слишком реалистичное вот мне кажется что еще чуть-чуть сделаешь вот так вот и он сейчас заползет и своими знаете вот этими такими колюченькими лапками вот это вот по тебе вот это не очень меня привлекает эта идея поэтому будет без жука также там была еще вот такая вот открыточка и конечно же нитки ткань я погладила нашла центр ткань очень красивая это винтажная линда я ее очень люблю я очень люблю линду и очень люблю вот это вот эти винтажные разводы и конечно же нитки давайте посмотрим что у нас здесь есть ниток немного но и дизайн небольшой 4 тысячи крестиков понятно что ниток здесь не очень много так давай ты распутаешься по хорошему так распутала я это дело это было не очень просто в общем у нас с вами целых 30 цветов можете себе представить ну некоторых вон висит по пасмочке некоторых по 2 по 2 но все таки их 30 штук симпатичные такие весенние цвета какими они какими они должны быть для такого дизайна ниток номеров ниток дмс к сожалению нет потом остатки надо будет разбирать по карте дмс чем собственно я обычно и занимаюсь в общем буду приступать посмотрим сколько я за сегодня вышью со вчерашнего вечера ничего не изменилось я абсолютно не настроена сегодня на сшивание баннера так что перенесу это дело на завтра учитывая что в пятницу в субботу и в воскресенье мне будет точно не до этого я оставила конечно же на опять же на последний день потому что я хочу это сделать на этой неделе в идеале было бы еще и видео на этой неделе выпустить но не факт не факт поэтому когда я дотягиваю до последнего обычно все хорошо делается так что будем сшивать завтра а сейчас приступаем к новому процессу добрый вечер час двадцать один добрый вечер от меня от него и от него вот вот такой вот казалось бы небольшой кусочек я вышла ну как сказать на самом деле здесь уже тридцать почти тридцать два процента как то он вам таким кажется ну так что надо занести в кадр чтобы оно не выглядело таким бледным а ну-ка кусочек белой картонки не помогает абсолютно в общем какое-то да какое-то оно слишком бледное но гораздо более теплое в жизни прям в разы ну может как то вот так вот хоть хоть чуть-чуть что-то стало полегче в общем я уже вышла 1200 крестиков 208 полукрестиков здесь у нас идет такой фоновый полукрест в два и в одно сложение вот пока чуть-чуть повышевала тот который в два два бленда кстати у нас здесь было но я сегодня вот прям села и знаете отвела душу это оно это оно в общем я вышила всю зелень полностью вышила саму луковицу и сейчас мне остался вот этот вот полукрест фоновый в бабочке там тоже крестики полукрестики сколько в ней бэкстича будет боже там и лапки и глазки французский узелок и усики окей и потом буду переходить к цветам к бутончикам к самому уже распустившемуся цветку думаю что это будет завтра скорее всего вот так вот ткань гораздо более реалистично передается думаю что это будет завтра после сшивания баннера почитала я ваши комментарии в принципе так чуть-чуть себе составила в голове последовательность действий и правда это конечно было интересно читала я эти комментарии так дозированно то есть там часть прочитала поотвечала пошла обмозговала потом вторую часть потом была третья часть которая уже была где-то после двенадцати после полуночи в смысле и тут я читаю комментарии там шейте так шейте так и вообще-то марина лучше бы перед сшиванием постирать саму вышивку и ткань для задника потому что если вы будете потом стирать готовое изделие и ткани сядут но сядут по-разному там же все поведет у меня пол первого просто в этот момент и я так постирать да я понимаю что я завтра у меня будет время на попытку сшивания только в первой половине дня и если я его в первой половине дня начну сшивать он скорее всего не успеет все досохнуть до того момента как мне надо будет уже его сшивать короче я пошла в пол первого стирать ну я была бы не я если бы я этого не сделала надо будет завтра зайти еще забрать посылку с почты с кое-чем очень интересным для моего будущего весеннего веночка от мелхилл да сделаю это очевидно перед тренировкой значит покажу вам уже в пятницу утром при естественном освещении сейчас пойду заполню страницу для этого дизайна в моем рукодельном блокноте проглажу баннер ткань наверное для задника пусть ну в смысле не баннер вышивку проглажу ткань для задника может пусть до завтра сохнет или тоже проглажу посмотрю в комнатном состоянии и в принципе на сегодня все сегодня у меня был очень продуктивный день на 1305 крестиков подросла моя работа ну как подросла родилась и начала расти посмотрим что я в вышивальном плане успею за завтра добрый день 14 марта четверга что я тут делаю это мысль которая посещает меня предыдущие полчаса что я тут делаю в общем у нас есть декоративная ткань подклеенная дублерином сама вышивка подклеенная дублерином эти две детали я сцепила и сейчас собираюсь надеяться что один из этих трех маркеров пишет и на расстоянии сантиметров края я прочерчу линию а потом по ней постараюсь прострочить я прикладывала держатель смотрела сколько мне нужно короче я оставила два сантиметра от вышивки отступила где моя картиночка вот в общем вот это вот место которое между вышивкой и краем изделия здесь два сантиметра я оставила с одной и с другой стороны а с верхом я не могу определиться как это будет выглядеть если честно поэтому пока буду зашивать две стороны делать такую трубу советовали мне зашивать сразу три но я не могу определиться сколько мне здесь ткани надо оставлять не знаю я туплю поэтому зашью две стороны выверну а верх и низ уже буду как-то в ручном режиме доделывать надеюсь у меня это получится в общем пожелайте мне удачи так что мы имеем в ходе нелегких трудов сшила я эту трубку назовем ее так даже с одинаковыми расстояниями слева справа что для меня уже достижение по два сантиметра немножко ткани как это объяснить как стянулось при сшивании особенно на изнанке это было видно видите есть вот такие маленькие как волны я думаю что дело в натяжении нитки наверное я такой специалист но мне так кажется и что я вам хочу сказать слава богу что я ничего не резала сверху я отрезала по бокам вот такую иди сюда достану из мусорки которая лежит рядом из кучи обрезков вот такую вот полоску я отрезала сбоку с одного и с другого две таких полоски а сверху я не резала ничего и оно то слава богу потому что я так только что померила если его подвернуть а подвернуть его надо будет два раза потому что вверх я зигзагом у меня нет верлака я вверх и низ вот так вот прошлась строчкой зигзаг для того чтобы не обсыпалось у нас все это дело и сейчас мне надо его подвернуть один раз какой-то сделать маленький подвертыш для того чтобы звучит как оскорбление для того чтобы скрыть вот эту саму строчку эту зигзаг и потом уже сделать красивый подворот и наверное руками уже зашивать в общем пока такая какая-то система ну в общем что-то что-то у меня вроде бы получается так что мы имеем температура поднимается это сколько у нас пять шесть семь почти восемь градусов снег весь растаял и это прекрасно да у меня очень живописно за окном особенно когда еще нет зелени просто красота но главное зелени пока нет а снега уже нет это замечательно а что у меня есть это сшитый баннер да я нашла единственное место с нормальным освещением вот в в полуметре от окна во всех остальных местах освещения оставляет желательно лучшего в общем вот вот что у меня есть я только что смеялась с подругами уровень оформления еще не тая да ну что поделать для такого наверное нужно оформить не один баннер а одиннадцать или сто один но по крайней мере это выглядит как баннер что я вам хочу сказать его можно повесить опять же равное расстояние слева справа для меня это уже достижение уровень невозможное так это все выглядит снизу нигде не перекосило углы что тоже прекрасно то есть расстояние от вышивки до низа равномерное везде и сзади момент момент сзади это выглядит вот так вот подвинься чуть-чуть как видите в размер держателя тоже влезли сзади это выглядит вот так снизу выглядит вот так казалось бы что припуск достаточно большой прихватывала Famyn иным стежком вот казалось бы, что припуск достаточно большой но на самом деле это был минимальный припуск сейчас переверну покажу еще нижний вот это вот у нас низ на самом деле это минимальный припуск который можно было сделать для того чтобы туда внутрь влезла вот эта вот планочка от держателя она тоненькая, но она существует поэтому для нее нужно было там заложить ну вот я заложила вот так вот это выглядит сбоку вот там эта планочка ткань подогнутая дважды вот как-то так это все смотрится в общем я довольна, что я это сделала очень довольна, что я это сделала возможно сделаю какие-то выводы на будущее но я плюс одно изделие которое я когда-либо в своей жизни оформляла и минуткой нескромности я собой горжусь я понимаю, что оно не идеальное далеко но его сделала я вот этими ручками поэтому я думаю, что как для начала как для первого баннера мне плохо могло быть хуже скажем так могло быть хуже гораздо хуже мне кажется, что вполне себе сносно добрый вечер час ночи имеем мы час 0-2 и что я за сегодня смогла навышивать за сегодня я смогла навышивать всего 700 крестиков я закончила бабочку как видите выглядит она несколько иначе так будет бэкстич я прям предчувствую закончила все полукрестики полукреста больше не будет тут было таким красивым серым цветом полукрест в два сложения и в одно сложение с этим я уже разобралась да, корешки будут конечно у нас тут на всех этих дизайнах корешки тут еще бутончик не закончила тут вот куча была полукреста вокруг будущих бутонов вот здесь кстати очень удобно этими полукрестами прошлась 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 вот аж сюда вот они там маленькие и за счет этого потом смогла отсчитать как вышивать вот этот вот розовый сам распустившийся уже цветок опять же да 700 крестиков всего но учитывая что я полдня снимала баннер мне кажется что это очень-очень неплохой результат можно было бы конечно еще повышевать 52% кстати у меня уже в работе 50% за два дня можно было конечно еще повышевать но мне завтра рано вставать где меня завтра только не будет кучу мест мне завтра надо посетить но среди прочего я завтра собираюсь в океанариум не поверить опять мы с вами были в океанариуме во Львове несколько недель назад месяц назад получается и я теперь хочу сходить по свежим следам практически хочу сходить в киевский океанариум посмотреть что там что там отличается это или или не сильно пойдем с вами посмотрим это у нас на Дарнице в там где детский мир прямо около метро Дарнице левый берег огромная вероятность там застрять сегодня у нас было я не помню 3 4 тревоги причем одна из них была в 5 утра что не придало моему сну крепости да я сегодня почему-то вообще практически всю ночь не спала я реально заснула вот это вот как тревога прозвучала вот тогда я и заснула и конечно же можно себе представить какой-то сон мне постоянно какие-то чудились взрывы в итоге когда я уже совсем реально практически начала их слышать я уже думаю это не ну стоп я полезла в телефон и видела что 20 минут назад был отбой я такая так все расслабься угомни свою фантазию и спи себе в общем надеюсь что завтра пройдет без таких приключений потому что очень бы не хотелось где-то на опять же пути своего следования от от кучи мест которые мне надо завтра посетить до кучи мест которые мне надо завтра посетить очень не хотелось бы где-то застрять но прежде чем мы с вами в следующем кадре окажемся в океанаре окажемся мы там еще не в следующем кадре в следующем кадре мы с вами окажемся около фотофона потому что я сегодня получила что-то очевидно очень красивое я видела чуть-чуть я видела фотографии это пуговки керамические пуговицы которые делает мастер наш украинский кто расстраивается что сейчас Милхил списал свои керамические пуговицы отправил их сделал их историей но кстати как вы видели по набору который я приобрела на этой неделе в некоторых случаях есть достойные замены но что-то мне подсказывает что это будет не всегда так в общем я познакомилась с мастером который делает потрясающие пуговицы к набору Милхил и я хотела честно я хотела распаковать сегодня и показать вам просто это завтра уже при нормальном освещении я достала из пакета новой почты и оно такое красивое я поняла что я его не буду без вас открывать поэтому я реально сижу я не заглядывала никак ни глазом ни полглазом туда и я сижу жду для того чтобы открыть это вместе с вами коротко про мою силу воли так что в следующем кадре увидимся с вами перед этой красивой упаковочкой распакуем ее посмотрим сравним с пуговицами Милхилл которые идут в оригинальном наборе моего весеннего веночка а потом пойдем смотреть на рыбок акулок крокодильчиков и всякую прочую такую живность хоть сегодняшний день и был не так чтобы очень вышивальным но то что я сшила баннер это просто как гора с плеч я вам не могу передать какое-то облегчение когда ты переступаешь через какое-то очередное свое вот это вот какую-то очередную преграду которую ты себе сам же и ставишь говоря ой я не смогу ой у меня не получится я там запарю там запарю там запарю а потом по итогу оказывается что не так оно все прям сложно я сегодня ходила на тренировку и там я хожу с одной девушкой она художница и как-то мы с ней вот так вот сошлись на этой творческой теме и сидим сегодня она говорит вот я у тебя видела там что-то такое красивое ты недавно выкладывала в инстаграм я и начинаю перечислять что я недавно выкладывала в инстаграм я там не так много выкладываю там одно что-то и второе я говорю что сердечки не 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 сердечки там что-то я еще сказала такое не не такое я уже голову сломала ну что там могло быть ну что-то в пяльцах тут я уже совсем зависла думаю что я могла выкладывать в пяльцах я же на пяльцах не вышиваю ну в смысле на круглых пяльцах и тут до меня доходит что она очевидно видела сторис выставки где я выставила вот эти вот бабочки с хардангером в общем вот эту вот работу и она подумала почему-то ну видимо быстро листала подумала что это моя работа и я ей начинаю объяснять что вот там это вышивается я понимаю что сейчас мы не будем использовать слово там беконосы трежерсы вот это вот это вот все думаю так надо объяснять так что без вот этих наших знаете узкопрофильных этих патюков думаю да говорю там бабочки такие красивые там с металликом там с кристаллами своровские пришиваются она такая ой я говорю да оно все блестит очень красиво а по центру хардангер это когда там вырезается начинает рассказывать выдергиваться такая ой какая красота я говорю да ну да ну да рассказываю ей что вот как это делается что это же там не так все просто и она что-то такое сказала я не помню как как это звучало но это звучало как уверенность что у меня это выйдет то есть я ей рассказывала что это сложно и рассказываю и так рассказала и сяк рассказала а человек вообще не впечатляется то есть я ей убеждаю что это сложно она она не верит ну то есть она уверена что я с этим справлюсь я так думаю что может быть вот эти вот барьеры мы сами себе создаем в своей голове то есть сами мало нам проблем внешних мы себе еще сами создаем проблемы в общем это интересная тема чтобы над ней подумать а на этом все увидимся с вами через секунду с упаковочкой с пуговками доброе вам съемочное утро 15 марта середина марта слушайте только весна наступила уже прошло полмарта и давайте же сделаем с вами распаковочку в общем распаковывать мы будем не этот набор его мы уже распаковывали хотя нет обманываю его мы тоже распакуем мы достанем из него превью и достанем пуговки у меня еще кстати пуговки это не самые страшные пуговицы которые я видела в своей жизни но мы их все равно достанем в общем у меня есть вот такой весенний зайчик это оригинальный набор но да вот такая обложка это очевидно какой-то перевыпуск несколько лет назад он продавался в общем зайчик это не камера засвечивает это превью такое таким родилось и пуговка такая с тюльпанчиком здесь в наборе идут две вот такие пуговицы зайц ну на конкурсе красоты среди керамических зайцев может быть в финал бы он не вышел но он и не так чтобы прям знаете им можно было детей пугать и вот такая вот пуговка ну она есть она тоже не так чтобы плохая она отличается от этой да мы видим тут тюльпанчик тут такая ну в общем не самое страшное что могло произойти но и не верх красоты и здесь у меня пуговки пуговки от Татьяны Филипчук я думаю что многие могли видеть ее в инстаграм кто вдруг не видел я оставлю ссылки ссылку на нее внизу в описании под видео и вот это вот я вчера не развернула там должно быть две или три пуговки и они упакованы так очень надежно судя по всему там что-то мягенькое так открываем видите я бы это незаметно не открыла без вас так ух ты тут ой вы знаете мне разное в жизни дарили ну что мне присылали ванилин такое со мной впервые слушайте это мне мягко говоря очень пригодится это знак что мне нужно начать печь очевидно спасибо большое Татьяна это какой-то пудинг вообще будем разбираться какие-то иностранные вкусняшки приехали с этим вот я вот это точно ванильный сахар вот это может быть распушитель а вот это вот мы все вот этим мы всем разберемся пахнет обалденно так неожиданный момент нашей съемки с этим мы разберемся так и тут у нас судя по всему сами пуговки ух ты так вот такие вот я не видела это сюрприз класс какой зайчик я помню такие зайчики тоже у меня не было пока набора мелхилл с таким зайчиком но я помню что такие зайчики тоже часто бывают вот они бывают откровенно страшные а тут смотрите какой красивый гудзи витани так это одни ух ты слушайте да у меня тут целые листочки ой слушайте у меня тут целое богатство я не рассчитывала на такое количество так это те самые зайчики на замену вот сюда давайте давайте мы их как-то снимем эти и сравним я знала только про вот эти открывайся так как-то аккуратно их оттуда сейчас высвободим страшненько так раз два зайц слушай вылезай ты добрался до финальной своей станции теперь будешь жить здесь слушайте такие красивые они такие блестящие так заяц заяц явно поменьше чем вот этот вот явно покрасивее чем вот этот вот смотрите какой хвостик мне кажется то что он поменьше это как раз таки к добру потому что ну этот заяц он прям такой гипертрофированный на фоне всего происходящего ну мне кажется разница видна просто невооруженным глазом посмотрите на этом на ушки какие красивые розовенькая эта часть и он блестит блестит он даже больше чем родной чем родная пуговица откровенно говоря так это зайчик это тоже сердечко которое тут вот идет в наборе вот оно оно тоже очень блестящее то есть это такое же как тут похоже но все равно красивее так а это как раз таки то которое должно было идти в наборе они кстати вот в этой вот глазури с двух сторон потому что вот эти родные пуговицы они с другой стороны ну вот можно видеть что с другой стороны там матовая абсолютно покрытие эти видите в глазури с двух сторон и это именно такая пуговка которая должна здесь быть по ключу такой тюльпанчик так что у меня вместо вот такой вот парочки на мой весенний венок пришьется я в этом в ванильном сахаре пришьется вот такая вот парочка и мне кажется что это очень очень круто Татьяна спасибо вам еще раз огромное я думаю что моему набору мягко говоря так будет гораздо лучше так и что у нас здесь есть еще эти мы с вами смотрели осенние листочки у меня такого не хватало для моих осенних тыкв которые я вышивала таких листочков вот теперь их у меня целых три штуки очень популярные тоже для осенних мелхилов еще два зайчика кстати классно бы может смотрелся вот этот который с тюльпаном с вот этим вот сердечком который с тюльпаном но это не такой зайчик он в другую сторону бежит и он вообще бежит этот сидит так что наверное нет оставлю эту парочку в общем еще два вот таких вот зайца и рождественские зайчик смотрите с каким веночком слушайте какая детализация посмотрите какая детализация вот этого веночка и такая пуговка с астралистом и конфетами обалдеть в общем если вам нужны пуговицы для мелхила вы любите керамические или например вы вышиваете какую-то серию мелхила и уже там один-два набора вышли с керамическими пуговицами а еще один-два уже с керамическими не купить можно обращаться к Татьяне посмотрите какая красота это конечно это не паханное поле это открывает перед собой такой простор для фантазии это конечно что-то с чем-то в общем я прям в восторге теперь надо посмотреть в каких мелхилах используются эти пуговки у меня есть у меня есть замена а вот эти вот наверное это я сейчас кому-нибудь перемещу наверное к вот этим зайчикам аккуратно положу не хочется их отрывать от этих картоночек а так о открыли почти в общем так вот это вот я положу сюда так ты будешь жить с зайцами а вы вдвоем будете жить в пакетике и я сейчас положу сразу в набор и будут они у меня лежать ждать когда я его вышью но он у меня в планах на весну поэтому вышью я его уже думаю либо в апреле либо в мае но это явно гораздо гораздо лучше чем предлагал нам милхил так что спасибо вам огромное еще раз Татьяна мой набор и не один заиграет теперь совершенно другими красками так ну-ка посмотрим что у нас тут привет смотри какие огромные какая-то она не такая меньше как у тебя дела плыву себе мимо тебя вообще тобой не интересуюсь так вы желаете давай кокедоре привет так рыба фугу загадываешь и бросаешь монет потом репетит да я хочу подавлод я хочу подавлод я хочу подавлод мурену видишь вон что у нас такие рыба такая она такая красивая если на нее с лица посмотреть посмотри какая милашка посмотри в любом конкурсе красоты среди рыб она точно заняла бы первое место это всем нехорошо когда они ее видят а ты у нас кто? группа жовто-синя это ты? ты группа да максимальная малоприятная личность очень удобно что подсвечиваются таблички можно все рассмотреть сколько вас тут мало максимально в одной рыбе достаточно яда чтобы травить 30 человек как же когда ты такой плоский хоро-синя 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 тут такие прям какие-то флуоресцентные они прям светятся даже надо и маленькие и это светится запрещено опускать руки в воду это тот случай когда я не сильно хотелось если честно там внизу скат а что вот это такое огромное парень это оно даже надо какое огромное ага 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 такой беднистенький 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 спасибо да тут вообще максимальный контакт я нашла крокодильчика сюда точно руки опускать не надо крокодил а кто тут у нас маленький аксолотль кто тут у нас с пальчиками какая-то милашка это же вообще тоннель и акулка акулка где черепашки и и и и и и и и и не и и и и и и и а тут у нас рыбка которая искусственно выведенный гибрид Это только для аквариумов, а в дикой природе она не водится. Привет. Ты не водишься в дикой природе? Да? Печаль. Живешь только в аквариумах. Деревашка. Серая рыфовая акула. Доброй ночи. Я прям не буду говорить добрый вечер, потому что 2.26. Но у меня была цель. Цель была закончить все крестики в этой работе. И я это сделала. Я вернулась, боже, часов, наверное, после шести. Пока туда, пока сюда. Короче, за вышивку я уселась так нормально после восьми. Еще и с перерывами. Но я вышила 978 с половиной крестиков. Оказалось, что я тут еще где-то чуть-чуть полукреста не дошила, который должен был быть вокруг цветка самого большого. Кстати, классно цветка не передается гораздо лучше, чем вчера это было. Не знаю, от чего зависит. Освещение такое же точно. Может, от того, что цвета такие красивые появились. Коралловые. Очень красивые. И, по сути, у меня осталось 76% работы сейчас вышито. И, по сути, у меня осталось 1951 стежок бэка. Бэкстича много. И вот я вспоминаю по предыдущим двум работам. Я помню, первая работа, это у меня были крокусы. И там я делала бэкстич до стирки. И его, опять же, его там очень много. И оно, я помню, попровисало. У меня это все добро. И, по-моему, я в прошлом году, вышивая эту Энатеру, я стирала. То есть, я вышила крестики, потом... Ну, как не стирала, я же его, понятно, там не выстирываю. То есть, я просто опускаю в воду, по сути, и достаю все, и глажу. Вот и все, что происходит, ткань в этот момент подсаживается. И, несмотря на то, что я вышивала эту работу три дня, я, наверное, таки завтра ее вот это вот, вот это вот с ней сделаю, опущу ее в воду, чтобы подсела ткань. И потом буду делать бэкстич, чтобы потом при последующих, возможно, стирках не провисал у меня весь этот бэкстич, потому что его реально очень много. Тут каждое вот это вот, каждый этот листочек, вот эти корешочечки, вот тут у бабочки будут эти усики. И если оно провисает, мне это очень не понравится, потому что я помню, у меня такое один раз уже, опять же, было, и мне очень не понравилось. Так что завтра утром опущу его в воду, замотаю в полотенечко и стану делать блины. Да, вот такой вот у меня прекрасный план на утро субботы. В общем, опять же, где меня сегодня только не носило, что больше 11 тысяч крестиков, шагов натоптало. Ну, знаете, где я сегодня была, кроме прочего? Я сегодня была на Дарнице в магазине тканей. Там есть двухэтажный такой магазин тканей. В общем, походила, посмотрела. Знаете, что я купила? Я купила то, чего у меня никогда не было. Клеевую паутинку. Причем на метраж. Я знаю, что она продается такими узенькими полосочками, там, чтобы брюки подворачивать. Я купила на метраж. Вот такая вот классная штука. Мне интересно, помогла ли она бы мне при оформлении баннера, можно ли было бы ее вот отрезать полоску и подложить, вот где я делала вот этот подворот, вот туда вот подложить и пройтись утюгом, там, где я делала этот потайной шов. Может быть, это было бы проще, чем делать этот потайной шов. Ну, не скажу, что это было очень тяжело, но все равно, может, можно было бы воспользоваться. Короче, хватануло. Тут метр. Цена, чтобы вы понимали, 45 гривен. Паутинка клеевая двухсторонняя. 45 гривен. Метр. Мне кажется, цена просто потрясающая. Ну, и, понятно, кусок абсолютно огроменный. Конечно же, я попала сегодня в тревогу. В тревогу я попала как раз-таки при оплате этой клеевой паутинки. Там такая замысловатая система. Там в одном месте тебе выписывают, во втором месте ты это оплачиваешь. В общем, мне выписали, и я уже стояла на кассе. И когда кассир, там две кассы, почему-то на этом чеке, тебе выдают чек. Тебе на этом чеке пишут единичку или двойку, на какую кассу тебе идти. Ты идешь на эту кассу. Кассир один, он бегает то в одну кассу, то в другую. Причем, чтобы перебежать в другую, ему нужно выбежать из первой, закрыть дверь на ключ, потому что он в очереди там деньги. Забежать в другую, которая, ну, рядом стоит в полуметре. Забежать туда, пробить. Короче, он носится между этими кассами. Я не знаю, что там происходит. Но стояла я, значит, ждала, пока кассир в очередной раз перебежит из одной кассы в другую. Стою, значит, с этим чеком на 45 гривен. И тут телефон так предательский. Пилик. И вокруг такое сразу идет эхо. Пилик, 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 пилик. У всех срабатывает этот киев цифровое уведомление о тревоге. Не отстаю. Думаю, интересно, пробьют у нее или не пробьют. Пробили. Спасибо, добрые люди. То, что бывает такое, что и не пробивают. В общем, пробили. Ушла я с этой клеевой паутинкой. Пришлось наматывать. Слава богу, это было недолго. 33 минуты пришлось мне там наматывать подарницы в ожидании... В ожидании, собственно, отбоя. Ну, хорошо были работающие магазины. Все-таки куда-то можно было зайти. Но большинство, понятно, закрыто. Не знаю. Очень своеобразная история с тем, что каждый раз, когда взлетает МИГ, у нас просто все парализовывается, включая общественный транспорт. Просто все становится... Никто никуда не едет, никто не работает, никто никуда не идет. Не знаю, сделают с этим когда-то что-то или нет. Но то, что останавливаются автобусы, троллейбусы, это вообще... И все люди стоят такие просто на остановке и ждут. Конечно, стеклянная остановка – это защита. Плюс сток защиты просто. Безопасность безопаснее не бывает. Ну, что поделать, что поделать. В общем, в принципе, насыщенно у меня прошел сегодняшний день. И, судя по виду работы для нее, предыдущие три дня тоже прошли очень насыщенно. Попробуем за ближайшие два дня эту работу закончить. Это, конечно, будет самый стремительный старт и финиш. Ну, кстати, баннер тоже был стремительным стартом и финишем. Что мне еще завтра надо сделать – это обязательно сфотографировать с утра баннер. Потому что я сегодня уже выбегала из дома, когда доснимала вот этот последний кусок. И я видео доснять досняла, но я не пофотографировала. И мне пришлось поставить сейчас на заставку к видео по баннеру, что нашла. Поэтому мне нужно завтра быстренько видео там утром откроется уже, как есть. Но надо будет сделать какую-нибудь более-менее покрасившую фотографию туда поставить. В общем, план мой на ближайшие два дня. Еду я, кстати, на дачу или в воскресенье, или не еду. Я так и не в курсе. Еще не определились. Но план мой на ближайшие два дня – закончить мой заферантес. Угадайте, кто с утра пораньше. Сегодня проснулся от сообщения подруги. У меня для тебя плохие новости. Бодрит? Невероятно. В общем, оказалось, что у меня видео с баннером подвисло. Главное, вчера никто из спонсоров мне не сказал об этом. Люди такие деликатные. Но лучше говорить. Лучше говорить, если в видео что-то не так. В общем, у меня подвисло целый кусок на три или на четыре минуты. Зависла картинка. Я вроде проверяла, но очевидно, я не робот. И такие раз в несколько лет что-то проскакивает. Сейчас буду проверять опять. Пришлось удалить видео уже с просмотрами, с комментариями, потому что я жуткий перфекционист и не могу позволить себе делать брак. Хотя мне говорили, забей. Три минуты от видео там на час двадцать. Но это не мой подход, к сожалению. Ну что, видео открыла, переделала и уже даже почти дожарила блины. Получается такая достаточно тоненькая история. Люблю тоненькие блинчики. Это отдельно. И уже одна такая тарелка есть. И вот эта вторая. Да, еще будет третья. Доброе утро. Воскресенье, 17 марта. Помните, вот эту клумбу заснеженной. И теперь вот что делается. Где-то крокусы только что были. Крокусы. Вот. Вот это вот все было под снегом. И, собственно, подснежники. Я думаю, что на даче у нас такого добра целая куча. Тюльпаны, конечно, такие мы выжили. Ну что, как я и предполагала, на даче у нас подснежники, конечно, такие. Смотрите на этот размер. Это ж как такое может быть. Смотрите, какая красота. Какой цветочек. Все зеленое. Еще более зеленое, чем в городе. Хотя, по идее, так не должно было бы, наверное, быть. Лаванда, в которой я буду фотографировать лаванду. Которую у меня в планах на этот год. Есть. Глазончик. Зеленая травка. Чуть-чуть туи погнула нам. Чеснок зеленый. Копать еще нельзя. Ему еще, к сожалению, расти и расти. Стол мой съемочный, из-за которого я не беру с собой на дачу фотофоны. Только вот надо было бы мокрой тряпкой потом протереть. Из-за которого я не беру фотофоны на дачу, потому что здесь прекрасно можно на этом столе снимать. Мы его в позапрошлом году сделали. Форзиция, которая должна цвести через какое-то время. Тут тоже тюльпаны повылезали, но они такие поменьше, чем в городе. Что странно. В общем, все лезет из-под земли. Место для качельки. Где она? Обязательно будет. И кизил, который тоже скоро будет. Скоро будет цвести, по крайней мере. Пишут, что уже в Днепре... О, солнышко. Чусь, я сейчас солнышко будет. Пишут, что в Днепре уровень воды поднялся. Там больше 600... Короче, больше 6 метров. Вместо привычных топ 4,5. 4,3. Но тут в озерах еще не очень много воды. В том году было гораздо больше. В том году тут так подтопило нормально. Сейчас вообще пока спокойно. Так, и что это? Что это? Мацелероз. Ну, ты уверен, что это можно есть, да? Ну, естественно. Но название мы не знаем. Сейчас вспомню. Ну, что ж поделать. Ладно. Калина? Нет? Не может быть Калина? Да, на вкус как Калина. Не очень. Добрый вечер. Я уже вернулась домой. 5.50. Знаете, что я вам еще на этих часах могу показать? 18193 шага я вам могу показать. Да, я сегодня прям всем пешеходам пешеход. Обошли мы всю округу в некоторых местах по два раза. Да, соскучились. Калина, кстати, была такая себе. Ну, мне Калина, в принципе, по жизни такая себе. Но я поняла, почему птицы ее не доели с этого куста. В общем, что я вам могу сказать? Я получила массу положительных эмоций. Хотя обещали солнце. Солнца не было. Оно выглянуло реально на какую-то, какие-то две секунды. И потом все, снова скрылось. Но было достаточно тепло. И, в принципе, как для первой поездки, я думаю, нормально. Ты заходишь в дом. А в доме пахнет домом. Знаете, вот это вот... У каждого места есть... Кто мне что пишет? Я выложила в Инстаграм видео. Я брала с собой баннер. Сняла его там красиво в подснежниках. Завтра еще фоточки будут. В общем, знаете, вот у каждого места есть какой-то специфический запах. Который не поймешь из чего складывается. Ну, вот он складывается вот в такой какой-то симбиоз запахов. И ты понимаешь, что вот в этом месте пахнет вот домом. Или там чем-то другим. Вот ты заходишь, ты открываешь двери. И вот... И пахнет теплом, простором. В общем, летом пахнет в доме. Такое себе. Законсервированное лето. Поэтому я надеюсь, что уже в следующем месяце можно будет ехать с ночевкой. Опять же, я бы такая шуба и сейчас. Но я весьма отчаянная. Плюс я увидела, что у нас в пешей доступности от дачи открыли новый зал. И это очень прикольно. Там есть степа аэробика. Пока из тех занятий, которые мне нравятся, там только степа аэробика есть. Но два раза в неделю это тоже неплохо. Потому что я, когда в прошлом году уезжала на дачу, я такая, я буду ездить домой на тренировки два раза. Нет, три раза в неделю. Не, ну про три раза было правда. Только это было не три раза в неделю, а три раза всего. In total, знаете, за всё лето. Ну, может, четыре, но не факт. Не факт, не факт. Поэтому мне всё равно можно в моём зале, который тут около дома, на месяц заморозить абонемент. В общем, надо подумать. В принципе, нормальные цены. Может быть, если я буду два раза ходить в неделю в зал, до рядом озера буду плавать, то, может, и нормальненько, в принципе, продержусь. Потому что мне без физической активности, именно без занятий спортом, у меня всё печально. Мне надо спорт. К сожалению, было бы неплохо жить без него. Не то, чтобы я очень сильно любила себя стязать, но вот так вот как-то складывается, что мне нужны тренировки, желательно кардиотренировки. В общем, неделя была насыщенная очень. У нас был и пошив, и хаэт, и дача, и океанариум, чего только не было. Кстати, по поводу океанариума оказалось, что это та же самая сеть, что во Львове я ходила, то есть это та же, как это сказать, та же фирма, тот же хозяин, только вот их два, во Львове и в Киеве. Я имела, опять же, возможность сравнить, и, честно говоря, я, конечно, патриот своего города, но как сделано во Львове, мне понравилось чуть больше. Вот не знаю почему, но здесь тоже интересно. Если, понятно, нет возможности на выходные ботнуться во Львов, скорее всего. Ну, может, у кого-то есть, но вряд ли сейчас все станут и побегут. Поэтому в Киеве тоже можно сходить, тоже классно. Рыбы, акулы, кораллы можно посмотреть, интересно. Но, одним словом, если будете во Львове и увидите там океанариум, и, скорее всего, вы его увидите, потому что он прям в центре, прям даже особо куда-то не надо ехать ради этого, то я бы сходила, потому что действительно очень интересно. На этом будем с вами закругляться. Очень насыщенная была вышивальная неделя. И то, что сегодняшняя поездка таки состоялась. Несколько раз она пыталась сорваться, но не сорвалась. Я ее ухватила таким. И мне кажется, что это прекрасная была финишная точка этой недели. Посмотрим, что принесет нам следующая неделя. Кстати, да, я не сделала вот так. Я не опустилась вниз. 81,5% в работе у меня пока. Я взяла за бэкстилл. Это вчера было. Сегодня еще не вышивала. За вчера у меня, кстати, было 223 крестика за день. Вот так вот бывает, что в один день в неделю 1400, а в другой день 223. Бабочка. Не знаю, еще что-то на бабочке будет или нет, но вот бэкстич и французские узелки уже вышла. Может, еще какой-то будет бэкстич. Так что она на вас уже смотрит. Вышла корешки. И вышла, наверное, самое сложное, что здесь есть из бэкстича, надпись по незашитому черным в одной в два сложения. Я просто беру черный цвет в одну нитку и где надо прохожусь один раз, где надо прохожусь два. Так что еще нет всего бэкстича, но уже есть название. Понятно, протяжек тут тоже нигде нет. И защирялась вчера как могла. На этой оптимистичной ноте буду заканчивать эту вышивальную неделю. Надеюсь, что вам понравилось провести ее вместе со мной. На следующую неделю я тоже себе уже немножко планов насобирала. Надеюсь, что они воплотятся в жизнь. И подумаем по поводу вышивки. У нас с вами много чего. Нужно продвигать весенние цветы. Нужно делать старт, раз нитки постиранные. В общем, нам с вами есть чем заняться. Скучно нам не будет. На этом все. Спасибо всем огромное за внимание. Удачи вам, творческих успехов. Берегите себя. Пока.